Исследование Кармена было с такими нарушениями проведено набора больных, что по сути включались не те больные, которые должны были включаться. Я думаю, что отсюда такие плачевные результаты и были получены. Но тем не менее, заключение авторов исследования, которое было в ЛАНСЭТ опубликовано, что цитредуктивная нефрактомия не должна больше проводиться как стандартная терапия медстатического рака почки пациентам, которым можно проводить лекарственное лечение. И на этом можно было бы вообще закончить обсуждение этого вопроса, и медицинские онкологи, химиотерапевты все аплодировали и говорили, наконец-то мы урологов от этой категории больных отстранили. Но на самом деле все не так-то просто. Если посмотреть на наименее спорные показания к цитредуктивной нефрактомии, потому что она все-таки показана отдельным пациентам, это больные с солитарными олигометастазами, тогда, когда мы можем удалить метастазы и первичную опухоль и оставить больного под наблюдением, не назначая ему системной терапии, что существенно уменьшает стоимость лечения, дает светлый промежуток, а иногда и излечивает больных с солитарными метастазами. Если у пациента только мелкие, например, метастазы в легкие, такие пациенты могут наблюдаться и получать отсроченную системную терапию. Поэтому наименее спорные показания к цитредукции у пациентов хорошего прогноза, они бесспорно существуют. Но если обратиться вообще к биологической целесообразности цитредуктивной нефрактомии, то удаляя почку, мы удаляем источник циркулирующих опухолевых клеток, в первую очередь, которые могут затем превратиться в метастазы. Мы элиминируем различные цитокины и проангиогенные факторы, такие как VGF, PDGF, FGF и другие, которые реально способствуют прогрессии уже и появлению опухолевых клеток и метастазов. Мы удаляем ингибиторные белки, которые ингибируют Т-лимфоциты, такие как CTL4, PDL1 и другие, различные супрессивные факторы, которые привлекают регуляционные Т-клетки, милоидные клетки, макрофаги, которые также тормозят Т-клеточное звено иммунитета. И только за счет прерывания вот этой вот связи между этими биологически активными веществами и опухолевыми клетками мы можем улучшить результаты лечения. Поэтому биологическая целесообразность существует. Итак, две кривые, которые абсолютно идут вместе. Надо сказать, что в это исследование не включали больных с группой хорошего прогноза. То есть речь в этом исследовании шла только о пациентах промежуточного и плохого прогноза. В чем же кроется плохой результат этого, негативный результат этого исследования в отношении выполнения цитридуактивной нефрактомии? Если мы посмотрим на результаты исследования тростезумаба, который сегодня активно применяется, то у пациентов с HER2 положительными опухолями молочной железы, то мы видим, что в общей популяции ответ на тростезумаб всего 10%. И если мы возьмем всех женщин с раком молочной железы, то исследование будет негативным. Но если мы будем лечить пациентов HER2 положительно, то ответ на лечение будет 40% и исследование будет позитивным. Поэтому ключ лежит именно в правильном отборе больных к цитридуактивной нефрактомии. Кого и когда нужно оперировать? Предоперационная системная терапия. Для чего она нужна? Она позволяет выделить больных, которые хорошо отвечают на лечение, потенциально с хорошей выживаемостью, и избежать операций у тех, кто не ответил на лечение совсем и быстро прогрессирует. Кроме того, предоперационная терапия может уменьшить размеры первичной опухоли, что может несколько уменьшить морбидность от хирургического вмешательства. Поэтому, как уже Александр Константинович сказал, предоперационная терапия рассматривалась и в рандомизированных исследованиях, но опять же это исследование было практически завершено преждевременно, не набрало нужного количества пациентов, дизайн его был изменен. И, тем не менее, это исследование при оценке прогрессии на 16 и 28 недели у пациентов, которые получали отсроченную нефрактомию, то есть сначала получали сунетиниб, затем им выполнялась нефрактомия, и затем они сунетиниб продолжали, а вторая группа пациентов подвергалась немедленной нефрактомии с последующим лечением сунетинибом. Так вот, исследование показало, что предоперационная терапия дает выигрыш выживаемости, недостоверная, тем не менее, была тенденция, как сказал Аксельбекс, сигнал к тому, что мы должны начинать, когда у нас есть сомнения, выполнять или не выполнять цитроредуктивную нефрактомию, мы должны начинать с системной терапии, с тем, чтобы отобрать пациентов, тех, кто хорошо ответит, и у этих пациентов мы можем рассчитывать на улучшение результатов лечения. И действительно, много лет на основании ретроспективных данных, это анализ АМДС, самый крупный анализ по роли цитроредуктивной нефрактомии у пациентов с метастатическим раком почки, мы видим, что пациенты с выполненной операцией живут достоверно лучше, но это зависит от количества критериев Хенга, уровень гемоглобина, уровень кальция, нитрофилов, тромбоцитов, статус по-карновскому и время от установления диагноза до начала лечения. Пациенты с четырьмя и более факторами не получают пользу от цитроредукции, это по результатам данных консорциума по лечению метастатического рака почки. Но исследование Кармена, с одной стороны, опровергло эти результаты, с другой стороны, когда был проведен субанализ результатов исследования Кармена, то оказалось, что в промежуточном прогнозе есть пациенты с одним фактором риска и с двумя факторами риска. Так вот, пациенты с одним фактором риска, у них мы видим выживаемость лучше после проведения цитроредукции. А вот пациенты уже с двумя факторами риска по критериям ИМДС, их выживаемость хуже, если мы выполняем цитроредуктивную нефрактомию. Это первый критерий, который позволяет разделять пациентов промежуточного прогноза на тех, кому нужно выполнять циторедуктивную нефректомию и тех, кому не нужно выполнять. Второй фактор. Как уже сказал Александр Костанчинович, часть больных, которые были рандомизированы на лекарственное лечение, получили все-таки циторедукцию 40 пациентов. Это были пациенты, у которых был практически полный ответ на лечение, и пациенты, у которых были осложнения со стороны первичной опухоли. Так вот, если посмотреть эти две кривые, как раз верхняя кривая, это пациенты, которых прооперировали, они жили достоверно лучше. Таким образом, это второй критерий для отбора пациентов промежуточного прогноза для выполнения циторедукции. Это хороший ответ на проводимую предоперационную терапию. Действительно, сонетиниб уже медленно уходит из первой линии терапии. На сегодняшний день мы все больше назначаем либо иммуно-онкологический препарат, либо комбинации иммуно-онкологических препаратов с ингибиторами терозинкинас. Исследование, которое не преследовало своей целью оценить выживаемость, но с использованием различных комбинаций невлумаба. Но оно показало, что использование хирургии в комплексном лечении дает достоверное преимущество в достижении полного ответа на лечение и наиболее лучших показателей двухлетней выживаемости. То есть это тоже сигнал к тому, что современная терапия позволяет в комбинации с хирургией достичь максимальных результатов. Вот небольшой пример. Это мой пациент, который пришел с огромным конгломератом заброшенных лимфоузлов, конгломератом надключичных, шейных лимфоузлов. При пункции оказалось, что у пациента папиллярный рак первого типа. Ему был назначен сунетиниб как одна из опций, потому что папиллярный рак, вы знаете, к нему долгое время вообще ничего, не было никаких препаратов. 9 месяцев он получал сунетиниб с очень небольшим ответом, но с уменьшением болевых ощущений. Из-за нежелательных явлений и из-за начавшейся прогрессии сунетиниб через 9 месяцев пришлось прекратить. И пациент перешел на неволумаб. Видите, через 2 месяца после назначения неволумаба. Это уменьшение конгломерата надключичных лимфоузлов. Это уменьшение конгломерата подмышечных лимфоузлов в красном кружочке. Посмотрите, что произошло с заброшенными лимфоузлами. Они практически все исчезли. Опухоль, метастаз надпочечники огромный, практически не определяется. Посмотрите, лимфоузлы и почка. Опухоль почки практически не определяется. Вот такие пациенты, да, самое интересное, метастаз вертлужной впадине. Видите, какое разрушение костной ткани. И что через 2 месяца мы видим, как будто вообще его там не было. Конечно же, современная лекарственная терапия у некоторых больных позволяет получить вот эти фантастические результаты. И те больные, кто хорошо отвечает на предоперационную терапию, именно они являются кандидатами для циторедукции, для удаления остаточных опухолевых масс. Даже если мы не вылечим пациента, удаляя остаточные метастазы, мы можем существенно увеличить светлый промежуток без лечения, избавить больного от побочных эффектов от лечения, снизить стоимость терапии. Поэтому метастазоктомия, которая тоже является частью циторедукции, также должна выполняться, если это возможно, и, конечно же, по показаниям. Таким образом, циторедуктивная нефректомия показана пациентам с хорошим прогнозом, не показана пациентам с плохим прогнозом, может давать преимущество пациентам промежуточного прогноза с одним фактором риска АМДС, особенно при одной локализации метастазов. И отсроченная циторедуктивная нефректомия у больных с хорошим ответом ассоциирована с лучшей выживаемостью, и хороший ответ должен быть стимулом для выполнения циторедукции. Циторедуктивная нефректомия безопасна и с применением ингибиторов, чекпоинт-ингибиторов в качестве системной терапии. Циторедуктивная нефректомия и метастазоктомия продолжают играть роль у отобранных пациентов. И, конечно же, нужно изучать персонализированные подходы у больных с метастатическим раком почки с применением биомаркеров. Спасибо. Продолжение следует...